Здравствуйте, уважаемые зрители, садоводы, огородники. Я рада приветствовать вас на канале Процветок. Зовут меня Анастасия Гулис. И сегодня мы с вами поговорим о тонкостях, о каких-то особенностях пикировки овощей, которые мы выращиваем рассадным способом. Ну, конечно, самым первым овощем, который нам приходится сеять, который требует самого длительного периода рассадного выращивания, являются перцы и баклажаны, если вы занимаетесь таким. Вот на сегодняшний момент у меня такие сеянцы. Чуть позже, приблизительно в таком же виде, мы будем пикировать с вами помидоры. Точно так же пикируются и петуния, и любые растения, которые требуют выращивания рассадным способом. В чем может быть ошибка? Ну, прежде всего, это неправильная стадия развития сеянцев ваших. Следует дождаться того момента, когда семядольные листочки у ваших сеянцев полностью развернулись, и между ними появляются настоящие листочки. В принципе, если настоящие листочки у вас еще не видны, то такие сеянцы с их пикировкой лучше повременить, поскольку мы можем пропустить какие-то важные особенности в развитии растения, которые заставят нас отбраковать такие сеянцы, потому что именно на стадии настоящих первых листочков мы можем видеть развитие вирусов, которые очень часто передаются через семена у растений семейства посленовая. Ну, например, вирус табачной мозаики, он присущ всем растениям семейства посленовых, и он хорошо виден именно когда появляются первые настоящие листочки. Ну, кроме того, мы можем видеть дефекты развития. Бывает, что вот у нас есть один тут сеянец такой, поскольку это гибридные семена F1, а у него только один семядольный листочек. Естественно, это не очень хороший признак. Очень часто бывает, что у растений, у которых сеянец появляется с одним семядольным листочком, так и не начинается развитие зародышевой почки, из которой появляются настоящие листья. Естественно, такой сеянец у нас не будет развиваться, и нам не имеет смысла заниматься пикировкой такого растения. Но все-таки немножко в сторону уйдем от теории и приступим к пикировке. Что нам для этого потребуется? Для этого мы с вами выберем соответствующего размера посуду. Но для перцев и баклажанов, которые выращиваются достаточно длительный период в горшках, я, в принципе, беру сразу посуду такого размера, в которой они способны дорасти до момента пересадки в грунт. Вот у меня такие горшки. Размер их 9х9 по верху и 8 см высота. Наполняем их субстратом. Особенности приготовления субстрата – это дело каждой хозяйки. У каждой есть какие-то свои хитрости и нюансы. Но я предпочитаю брать не готовый субстрат из магазина, а смешивать верховой торф, часть листовой земли, которую я заготавливаю сама, и строительный песок. Вот такой вот, грубый такой песочек. Туда добавляется небольшое количество минеральных удобрений. Но это дело, конечно, всяк. Каждого кто-то не добавляет принципиально удобрений, но я считаю, что не надо на растениями издеваться. Они и так растут в ограниченном объеме. Поэтому небольшое количество удобрений можно дать. Но приблизительно на 10-литровое ведро грунта добавляется приблизительно столовая ложка комплексного удобрения азотфосфоркалий. Стандартное такое. Но если у вас есть печная зола древесная, то это тоже очень хорошее удобрение. Тоже можно добавить приблизительно чайную ложку. Особенно если вы берете нераскисленный верховой торф, который отличается обычно очень таким грубым строением, таким волокнистым, вот такой торф, он очень часто бывает, имеет повышенную кислотность, то желательно, конечно, в субстрат добавлять золу, поскольку она является раскисляющим элементом. Наполняем горшки не очень плотно. То есть мы не подромвоем, просто насыпаем их вровень с поверхностью. Затем я этим же горшком вот так уплотняю. Поскольку я использую для приготовления субстрата почвенного листовую землю, в ней очень часто бывают семена сорных растений. И для того, чтобы избежать появления массовых сходов вот этих сорных растений, я землю готовлю заранее, сам субстрат, держу его около недели в теплом помещении, он увлажнен при этом, и в нем начинают наклевываться семена вот этих сорных растений. Чтобы у меня не появилось леса, я поливаю свои наполненные горшочки кипятком. От грибов это, конечно, не спасает, но в принципе в верхнем слое проливка кипятком, она помогает убить прорастающие семена вот этих сорняков и обеспечить нам какое-то время чистоту. Ну, естественно, прежде чем пикировать по нашей сеянце в такую почву, надо ее остудить. Вот у меня здесь уже есть горшочки, которые я пролила несколько раньше. Волшебная палочка для пикировки прекрасно справляется с этой функцией палочки для суши. Я за это благодарю своего сына, поскольку я сама суши не люблю. А палочки он мне поставляет в завидной регулярности. Они очень удобны, они имеют правильную заточку, они не слишком толстые, не слишком тонкие и достаточно долгое время служат. Значит, что мы делаем перед пикировкой? Достаем наши сенечки. Ну, вот это у меня перец. Вот, видите? Задача наша достать и не повредить корешок. Но вы видите, что у кого-то корешок коротенький, у кого-то он уже достаточно длинный. Вообще, пикировка, она, как правило, заключается в укорочении нашего корешка. То есть, где-то треть корешка мы удаляем. Вот. Делается отверстие. В это отверстие опускается наш сенчик. И палочкой мы закрываем эту дырочку, палочку так, чтобы она была ниже, ее острие было ниже, чем наша дырочка была сделана, отверстие. И закрываем, чтобы грунт полностью прилег к корешкам нашего сенца. То, что здесь находится сейчас такая дырочка, она, конечно, не очень эстетично выглядит, но, в принципе, на качество укоренения сенца никак не влияет. Вы можете ее просто вот взрыхлить, если вам нравится более аккуратный вид. Вот. В принципе, в таком виде наши сенцы можно ставить на то место, где вы их будете дальше доращивать до взрослого состояния. Вот в чем есть особенность пикировки. Если у нас горшочек слишком большой, а, в принципе, для такого размера сенца это большеватый горшочек. Но не хочется заниматься перевалкой, заниматься вот этим еще раз, грязь разводить это все. Я обычно пикирую сразу в достаточно большие горшки. Потому что вообще, как бы по правилам, пикируется сразу вот где-то в такого размера горшочек. Чтобы у нас растение сразу заполняло, если, допустим, мы питунию пикируем или что-то очень медленно растущее, вот лучше пикировать сразу в маленький горшочек. Вот. А потом уже переваливать. Потому что есть опасность того, что, ну, во-первых, слишком большой горшочек сложнее поливать. то есть растение еще мало воды потребляет, поскольку у него не развита ни корневая система, ни надземная часть не развита. Вот. Когда у нас уже все приходит в соответствие, горшочек более-менее заполнен корнями, тогда мы начинаем нормально поливать. Но до этого мы погубим очень много сеянцев просто. Они кто-то сгниет, кто-то пересохнет. Вот. Поэтому лучше, конечно, сразу пикировать в небольшой горшочек. Но это если вы не уверены в своих силах и у вас есть лишнее время. Основные правила пикировки рассады мы с вами рассмотрели. И я надеюсь, что вы займетесь этой, может быть, немножко монотонной, но интересной работой с хорошим настроением. Потому что хорошее настроение, оно, конечно, помогает. И растение может простить вам много ошибок при пикировке. Но если вы занимаетесь этой работой с плохим настроением и у вас кошки на душе, то лучше отложите эту работу. Сделайте это чуть позже. Хорошее настроение, оно помогает не только нам, но и растениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова